10 декабря на площади свободы в Баку прошел парад победы. В нем приняли участие лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Таип Эрдоган, который прибыл в Азербайджан с двухнервным визитом. Бакинский военный парад, посвященный завершению военных действий в Карабахе, ознаменовался провокационным выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева. В своей речи он предъявил территориальные претензии к Армении. В частности, заявил о том, что Зангизур, Сиван и Ереван – это, цитата, «исторические земли азербайджанцев», утверждая, что якобы азербайджанцев с этих земель выгнали 30 лет назад. Отметим, что речь шла о территориях, которые находятся в рамках государственных границ Армении. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе можно создать так называемую «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. По его словам, этот вопрос поднимался во время его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы обсуждали возможность создания платформы из шести стран – Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и, при желании, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона», – сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку. Также он подчеркнул, что Анкара выступает за мир в регионе. Эрдоган заявил о готовности открыть двери для Армении. При этом турецкий лидер обвинил Армению, цитата, «в уничтожении всего исторического наследия азербайджанского народа, навернувшихся под контроль Баку территориях, и пообещал, что Турция сыграет ключевую роль в восстановлении пережившего войну региона». «30-летняя оккупация закончилась, и мы выведем эти земли на совершенно другой уровень и создадим условия для наших детей, чтобы они там проживали. Азербайджан будет развиваться дальше, больше и лучше», – сказал Эрдоган. После этого Эрдоган добавил, «досветится сегодня душа Энвер Паши, бывшего военного министра Турции, которого считают одним из организаторов геноцида армян в 1915 году». Президент Турции восхвалял организаторов и исполнителей геноцида армян в Османской империи, а также массовой резни армян в Баку в сентябре 1918 года. Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что выступления президентов как Азербайджана, так и Турции были полны угроз жизни и здоровья всего населения Армении, оскорблений и выражений, разжигающих ненависть в отношении всего армянского народа. По его словам, анализ, который провел аппарат защитника прав человека Армении, подтверждает, что сегодняшние выступления президентов Азербайджана и Турции содержат те же акценты и слова ненависти и вражды, которые азербайджанские военные использовали во время этой войны при осуществлении пыток, жестоких убийств или бесчеловечного обращения с цинизмом в отношении армянских военнослужащих и мирных жителей. Именно такие выступления с годами создали в Азербайджане систему пропаганды ненависти и вражды по признаку этнической принадлежности в отношении армян, открытого поощрения, безнаказанности и поддержку на высоком государственном уровне, считает Татуян. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Гевуркян также прокомментировала заявления, сделанные в четверг в Баку президентом Азербайджана и Турции Хамом Алиевым и Раджепом Таипом Эрдоганом. На параде в Баку президент Азербайджана заявил, что Ереван, Зангизур и Сиван – исторические земли. Он заявил, что война еще не закончилась, в регионе начнется новая эра, и если народ Армении извлечет уроки из того, что произошло в Карабахе. «Решительно осуждаем провокационные заявления, сделанные сегодня в Баку лидером Азербайджана. Озвучивание территориальных претензий в отношении Армении серьезно ставит под вопрос готовности Азербайджана к установлению мира и целенаправленно ставит под угрозу региональный миробезопасность», – отметила Гевуркян. По ее словам, утверждения Алиева о том, что Азербайджан решил карабахский конфликт военным путем, еще раз показывают, кто является инициатором войны и применения силы, и кто пытается вести регион путем дальнейшей дестабилизации и испытаний. Эти заявления делают международное признание права арцахских армян на самоопределение более чем актуальным, как способ предотвратить новые геноцидные устремления азербайджанцев в отношении арцахских армян. Некоторые заявления турецкого президента на параде в Баку содержали в себе откровенные территориальные претензии и к Ирану, что не могли не заметить в Тегеране. Глава Министерства иностранных дел Ирана Мухаммед Джавадзариф весьма резко ответил президенту Турции Эрдогану, который озвучил на параде в Баку ряд откровенно экспансионистских заявлений. Президент Эрдоган не знает, что сказанное им в Баку касается насильственного захвата территорий Ирана к северу от Араса. «Неужели он не понимал, что подрывает суверенитет Азербайджанской республики?» – написал Зариф в своем твиттере. Выступая на параде в Баку, Эрдоган продекламировал отрывок из стихотворения азербайджанского поэта Вагабзаде. Смысл его заключался в том, что якобы территории Азербайджана южнее Араса захвачены. В Тегеране, судя по всему, восприняли это как явное посягательство на территориальную целостность Ирана. Главы государства и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении участников саммита Евросоюза, который прошел в Брюсселе. Евросоюз остается приверженным защите интересов Союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море. Кроме того, лидеры поручили главе дипломатии Евросоюза Жозефу Боррелю представить к саммиту в марте 2021 года другие варианты расширения санкций в отношении Анкары. Саммит поручает верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссии представить не позднее марта 2021 года отчет о состоянии политических, экономических и торговых отношений ЕС и Турции, а также об инструментах и вариантах того, как действовать дальше, в том числе и о расширении сферы действий вышеупомянутого решения. В документе также подчеркивается, что Турция, к сожалению, продолжает свои односторонние и провокационные действия, а также усилила риторику против Евросоюза, стран-членов ЕС и европейских лидеров. При этом Евросоюз подтверждает стратегический интерес в развитии взаимовыгодных отношений с Турцией и отмечает, что предложение о позитивной повестке для Анкары все еще в силе. Такая повестка могла бы охватить экономику и торговлю, контакты между обществами, диалог на высоком уровне и сотрудничество по миграционному вопросу. Евросовет подчеркивает важность сохранения каналов коммуникации между ЕС и Турцией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обозначила единственный возможный путь преодоления разногласий между народными Армении и Азербайджана, а также перечислила возможные пути сопряжения интересов сторон. На брифинге она ответила на вопрос, что является залогом успеха мирного сосуществования и взаимодействия армянского и азербайджанского народов, а также как, на ее взгляд, может быть преодолен исторический стресс. Захарова напомнила, что есть исторически позитивный опыт совместного проживания армянского и азербайджанского народов, как на территории Армении, так и на территории Азербайджана. Сейчас, по ее словам, благодаря посредническим усилиям России остановлена кровопролитие, достигнута договоренность о возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц, разблокировании транспортных и экономических связей региона. Таким образом, создаются реальные предпосылки для налаживания диалога между народами. И этот диалог, в общем-то, единственный возможный путь для преодоления разногласий, сообщила Захарова. По ее мнению, ставку следует делать на реализацию различных взаимовыгодных вариантов синергии торговых, транспортно-энергетических возможностей регионов. В повестке дня должно стоять наращивание и уплотнение контактов бизнесменов, ученых, в целом представителей гражданского общества. Один из возможных вариантов взаимодействия – взаимные поездки журналистов, сказала Захарова. Под руководством вице-премьера Армении Тиграна Авиняна накануне состоялось заседание межведовственной комиссии, занимающейся вопросами пленных, заложников и без вести пропавших. Как отметил вице-премьер, были обсуждены вопросы, касающиеся хода переговоров по обмену пленными, работам по поиску без вести пропавших и идентификации тел погибших. Авинян напомнил, что 9 декабря армянской стране были переданы три пленных – гражданские лица. Также он напомнил, что армянская и азербайджанская страна передали списки пленных в Международный комитет Красного Креста и сейчас идет процесс их уточнения. Армянская страна предложила обменять пленных по принципу «всех на всех» и создать механизм возвращения новых пленных без предусловий. Делается все возможное для ускорения процесса обмена, заявил Авинян.